Сейчас также к нам прибыли гости из столицы нашей республики. Сегодня с нами руководитель отдела просвещения при Муфтиатре Республики Дагестан по городу Махачкала, Рамазан Исаев. Я хочу ему предоставить слово, которое нам расскажет о достоинстве знания, рельму. Пожалуйста. Хвала Всевышнему Аллаху, который даровал возможность присутствовать на этом. В благословенном мажлесе, как уже упоминали, в котором не спосылается барракад, благодать от Всевышнего Аллаха. В котором Всевышний Аллах прощает грехи тех людей, которые сделали каждый шаг для того, чтобы посетить этот мажлес. И тех людей, которые намеревались, но по каким-то причинам не попали сюда. Мы знаем, что, может быть не все, но многие знают, что вообще в мире существует около пяти тысяч религий. Вот на данный момент около пяти тысяч религий. И одна из этих всех религий является религия Ислам. Вот так же, как мы возвеличивать стараемся, любим, исследуем за религией Ислам, есть определенные люди, которые собираются для того, чтобы изучать, узнавать, распространять религию свою. И Ислам является одной из этих пяти тысяч религий, которые есть на сегодняшний день в этом мире. Но разница между всеми этими религиями и между религией Ислам в том, что мы с вами все знаем, что верующие люди и неверующие люди, они все признали и единогласно утвердили то, что самой авторитетной личностью для всех после того, как пришел пророк Мухаммад саллиллаху алейху салям на этот свет, является именно он саллиллаху алейху салям. И уже вот около 15 век пошел уже, более 14 веков. Мы знаем, когда вот даже сейчас делали опросы среди авторитетных людей, все они признали то, что самым авторитетным человеком является посланник Аллаха саллиллаху алейху салям. Теперь можно задаться вопросом, вот для того, чтобы понять, что религия Ислам, она является самой истинной религией, той религией, которая нужна каждому человеку, который пришел на этот свет, для этого что нужно делать? Естественно, нужно знать. Несмотря на то, что посланник Аллаха саллиллаху алейху салям весь этот авторитет получил по своей божественной милости, то есть это была именно поддержка Всевышнего Аллаха, несмотря на то, что он не писал, не читал, до 40 лет его знали, как... Он был обычным человеком среди людей, пока вот пророчество к нему не послалось, он этот авторитет уже тогда поднял, до того, как уже пошло в Ахве и так далее. Но тем не менее, мы все знаем, что Всевышний Аллах, обращаясь к посланнику Аллаха саллиллаху алейху салям, неоднократно напоминает, чтобы мы приобретали знания. Есть сотни хадисов посланника Аллаха саллиллаху алейху салям о знаниях. После того, как посланник Аллаха саллиллаху алейху салям покинул этот мир, мы уже упомянули, прошло более 14 веков, он нам ничего не оставил. Имеется в виду из мирского, ни динаров, ни диргамов, ни маишат какой-то отдельный. Он оставил одно наследство, которое он передал своим сподвижникам, любимым, рады Аллаху ангум. Они передали его табиинам. Табиины это наследство передавали таби-табиинам. И сегодня это наследство в себе несут улемаи. Это наследство и есть те самые знания, как свет, которые нам помогают избавиться от невежества. Невежество это то, что любого из нас приводит к таким поступкам, которые порицаются шариатом, порицаются Всевышним Аллахом. И эти знания сегодня распространяют улемаи вот в подобных ситуациях, на подобных маджлисах, в мадрасах. Эти знания, они являются лучом, который нам освещает дорогу для того, чтобы мы добрались именно до того места, в котором Всевышний Аллах будет доволен нами. Как эти знания приобретались, одну из историй расскажу, для того, чтобы мы понимали, насколько легко и доступно сегодня мы с вами можем это приобретать. Вот Ибн Аббас, он является двоюродным братом посланника Аллаха, когда посланник Аллаха покинул этот мир, он подошел к одному из подвижников и сказал, давай мы с тобой начнем приобретать знания, изучать хадисы пророка от больших сахабов, так как уже посланника Аллаха рядом нет. Тот сподвижник ему говорит, в чем нужда, если есть такие большие сподвижники среди нас, и они живы, у них могут спросить. И он как бы сказал, в чем нужда в том, чтобы мы изучали и у нас это спрашивали. Но Ибн Аббас, рады Аллаху, его это никак не смутило. Он все равно начал с того дня приобретать, вплоть до того, что он лежал возле дверей сахабов. И он говорит, что его покрывала пыль с ног до головы от того, что он находился вот в таком состоянии, в ожидании, пока выйдет один из подвижников из дома, не хотел тревожить лишний раз. И когда они выходили, видели его в таком положении, они ему говорили, ты же двоюродный брат пророка, ты бы сказал или отправил бы кого-нибудь к нам, мы бы сами, говорит, пришли, рассказали бы тебе эти хадисы посланника Аллаха и так далее. Он говорит, нет, я, ну, ильму, оно настолько возвеличено, ильму, то, что не оно за нами должно как бы бегать, а мы за ней должны ходить. И вот таким образом он продолжал до тех пор, пока он не стал востребуемым именно людьми. К нему начали со всего мира стекаться люди для того, чтобы приобретать от него знания. И он сказал, я, когда изучал знания, находился в таком состоянии, имеется в виду состояние недостатков, униженности в хорошем смысле слов, вот в таком тяжелом положении, ну, Аллах меня возвеличил уже, тогда, когда он стал востребуемым именно этими знаниями. Люди начали со всех уголков к нему приходить для того, чтобы узнавать о него и дальше продолжать распространять религию ислам. Почему знания играют большую роль в нас? Почему? Почему все обитатели морей и океанов, животные, они восхваляют человека, который вступил на путь изучения знаний? Вот такими вопросами каждому из нас можно задаваться и искать ответы на эти вопросы. К примеру, если бы алимы не рассказывали бы незнающим людям, что, например, животное обижать нельзя. Тот человек, который рыбу ловит, например, что вот так распороть брюхо, вытащить икру, выкидывать рыбу нельзя и так далее. Вот такие много-много перечислять вещей можно, которые мы по своему невежеству делаем. Исраф, это все-все-все-все-все. Если бы алимы этого не рассказывали бы, не доносили бы до нас, то мы жили бы так, как мы хотим, как мы видим, как мы понимаем. У нас не было бы никакого понимания ни в религии, никаких знаний. Мы бы думали бы, что мы делаем правильно. Поэтому вот эти животные, вот эти обитатели морей и океанов, они восхваляют человека, пока он находится в том состоянии, когда он приобретает знания. Они просят у Всевышнего Аллаха прощения грехов для этого человека, потому что этот человек, он будет разъяснять другим людям, как нужно правильно жить. Так как здесь мечеть открылась, мы все знаем, что мечеть, она украшается джамаатом, посещением, намазом, но не лишается и той же возможностью, чтобы мы посещали для того, чтобы приобретать опять-таки же знания. Сегодня нам не приходится, как приходилось с подвижником пророка, в том числе и на Аббасу, возле дверей имама, лежать и ждать, пока он выйдет, чтобы задать один-два вопроса, получить ответ и пойти домой. Сегодня не нужно нам проделывать какие-то далекие пути, как призывал нас посланник Аллаха, если потребуется, чтобы мы шли приобретать знания даже в Китае. Никуда не нужно идти, не нужно оставлять за собой сотни тысяч километров, хотя это делали наши сподвижники в свое время, и это они все делали пешком, зная и возвеличивая то наследство, которое оставил посланник Аллаха, салли Аллаху, алейкум, салли Аллаху. Дабы сделать шукру Всевышнему Аллаху за то, что у нас есть, будет благоразумно с нашей стороны, чтобы мы все-таки использовали все эти возможности, все эти дары, которые нам Всевышний Аллах дал. Приходили сюда, спрашивали, отправляли детей, узнавали, распространяли, сохраняли себя и свою семью от того, чтобы мы с вами попали и стали топливом для ада. Пусть Всевышний Аллах нам поможет участвовать во всех религиозных мероприятиях, в конкурсах, в распространении исламской литературы, такие как и газета Ас-Салам и все остальное, то, что связано, то, к чему призывает имам. Дай Аллах нам талфиq, приобретать знания и быть полезным для общества. Аль-Хамду Лля, Раб и Ла Алями.